Сказка Жили Правда, жили они одни Их родители пропали Поехали на ярмарку Не вернулись И жили два брата одни Аж 10 лет уже жили После этого И пошли они как-то на рыбалку Пошли такие Приходят и Что такое? А в воде светится что-то Нырнулись, смотрят там Камень светится И с трещином свет какой-то идет Давай разобьем камень Вдруг там сокровище Сказал Вася Петя говорит, ну здорово Конечно, но Подозрительный он какой-то Давай его обратно выкинем Какое-то у меня предчувствие такое вот Нехорошее Ну брат говорит, хорошо, ладно И совсем чем как бросил, да только не в воду А в другой камень Бах-бах Камень-то разлетелся и оттуда вылетел Синий кристалл И вселился прямо в Васю Вася стал прозрачным И от него начал исходить свет Который указывал на какой-то путь Ну решили два брата пойти по этому пути Шли, долго шли Через поля, через леса Подошли к огромной горе Внутри которой была пещера Жди здесь Сказал Петя Вася кивнул Спустил, значит Петя такой по ступенькам А в пещере-то Спит волшебник Подбежал, значит Будить Тряс его Кричал Танцевал даже рядом Не просыпается волшебник Вообще никак А тут, значит Свет Появился какой-то Брат поворачивает Да А это значит Вася спускается вниз И вдруг от этого цвета волшебник раз и проснулся такой, оу, кто разбудил меня? Это мой брат, он превратился в кристалл, от него шел свет и показал путь к тебе, преврати обратно его в человека. О, я не могу его расколдовать, говорит волшебник, но знаю я, что есть один волшебный цветок, рудноцвет, с его помощью можно и расколдовать своего брата. Как его добыть, спросил Петя. Цветок растет в пещере по ту сторону горы и охраняет его огромная каменная анаконда с рубиновыми глазами. И всякого, кто туда без спроса приходит, она убивает своим ядом. Страшно? Жди здесь, сказал Петя Васик. И зашел в пещеру. Он так тихо-тихо на цыпочках, раз, два, хрум, хрящ, и тут же она коза такая, ага, глаза свои красные раскрыла, как плюнет. И говорит, ох, Петя ель ноги свои унес, выбежал из пещеры, такой, ой, что же я делаю, так что-то, ааа, у меня же с собой дудочка есть, а я ей сыграю. Она, наверное, заснет от этого, бежал с дудочкой, так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ааа, какой там, а анаконда на него еще пусть прежнего плевать стала. Он еле уклонился, глядя ноги оттуда унес, вернулся обратно Петя к волшебнику, говорит. Не смог я достать рудноцвет, может, другое какое-то средство есть. Знаю я одно уязвимое место, если я анаконды, ее броня висит сильно против меча из синего кристалла. Я могу превратить твоего брата в этот меч, но учтите, обратной дороги не будет, а коли цветка не забудешь, обратить в своем навсегда забудешь. Вот так вот стихами сказал, красавчик. Приступай, ответил Петя. И волшебник превратил Васю в меч. Петя схватил меч и побежал к анаконне. Она как раз свернулась калачком возле цветка рудноцвета. Ух, только Петя зашел в пещеру, а анаконда тут же выросла над ним и начала стрелять в него ядом. А Петя так мечом уклонялся, уклонялся, отразил яд и он разлетелся в разные стороны и попал прямо в глаза этой анаконде. Она ярко-ярко блеснула и превратилась в их маму. Вот это да, это она заколдованная она была. Мама сорвала цветок, вернулись, значит, в пещеру. Волшебник удивился, обалдел, что анаконда это мама их, значит, мама цветок ему дала. Он цветок разорвал, взял, значит, лепесток, вложил меч в его сердце. Как бы меч тут же превратился в здорового Васю, вот, и так здорово все. А волшебник такой себе тоже лепесток, а он так опа, тоже его съел и превратился в их папу. Вот тут мама в обморок, у детей шок, потом обнимашки, полное счастье, вот, но это уже совсем другая история. А вот эти вот карточки, конечно, и стали они жить, выживать и добро наживать, и в кустешки всякие жевать.